Это радость, что на нашем макаристолее естественного научного, в нашем отделении мы занимаемся фундаментальнейшей проблемой, так же не так, но проблемой сознания. Константин Владимирович кончил свое выступление про странные цитаты Ивана Петровича Павла. На самом деле это письмо, которое написал директор Института психологии Московского университета Челпан. И мне кажется, что как раз вот эти вот разные дисциплины, так сказать, без них еще и проблемы. Сознание, так сказать, невозможно. Мне кажется, что уже есть первое выступление, но здесь есть элемент критики. Вот я как психолог, по-первых, если можно заранее, вообще потом было и обучение на физическом факультете Великобритетского университета, и профессора в области математики и естественных наук. Но все-таки, как психолог, я думаю, что мы ни в коем случае не должны сознание, так сказать, идентифицировать, скажем, с высшей верной деятельностью. Если там есть связь, то это связь с каким-то подмножеством, с каким-то подмножеством процессов высшей физической деятельности. Точно так же ни в коем случае нельзя идентифицировать сознание с когнитивным, такой мистический термин, популярный в последнее время. Потому что в когнитивных процессах, в процессах переработки информации человеку очень много, львиная доля процессов является бессознательным. Ну, например, так сказать, процессы восприятия, вот известно, что при глубокой анестезии очень часто пациенты вдруг, так сказать, наблюдаются эффекты холория и повторяют все, что говорит персонал в операционном зале. Это уже довольно серьезный процесс переработки информации или, допустим, в процессах мышления, вот я никогда не завода, как, так сказать, я был молодым ассистентом Московского университета, и мы решили изучить процессы переработки информации или процессы мышления у шахматистов. Пригласили некого красмистера и показали его, как это принято в психологии на миллисекунды, это доля секунды с помощью прибора, который называется, назывался, сейчас его не используют, конечно, техистоскоп, некую шахматную позицию. Он был потрясен, когда я его спросил, ну, какие фигуры вы видели на каких позициях, он ответил, вы знаете, это было так крайне, я ничего не видел, но мне кажется, что позиция была предпочтительная, понимаете, насчет, прошел какой-то огромный процесс переработки информации, ну, был ясен, только сознание, был только результат. И, кстати, это был правильный, правильный процесс переработки. Вот, в силу этого, я хотел подначать все-таки не совсем, не сразу с местного конверсного университета, да, или там с эфемора, но, как сказать, скорее с феноменологией. Я думаю, что все-таки есть какие-то такие именно неестественно-научные признаки феноменов сознания, это прежде всего некая ясность, так сказать, вот феноменальная ясность. Есть, как бы, фокальная ясность, обычно, по аналогии с полным зрителям, есть периферия разная. Для инвестиций, так сказать, предложен такой аналогия, она, по сегодняшний день присутствует, будет присутствовать в моем докладе также. Значит, потом, это некая произвольность, мы сами принимаем решение, есть, так сказать, волевое, так сказать, мы видим, что кто-то принимает и действует за нас, но, так сказать, это вообще, говоря, очень неприятная тоже, так сказать, такая ситуация, и, так сказать, бывает признак просто глубоких психических расстройств. И третий аспект тоже очень важный, это субъективное усилие, чувство субъективного усилия. Первая задача простая, вот эта задача, вот, так сказать, чувство утомления, так сказать, усталости, это все, такие формы, так сказать, аспекты сознательного опыта. И, кстати, так сказать, не нужно пренебрежительно к ним относиться. Скажем, Нобелевская премия 2002 года Даниэла Канемана по экономике связана как раз вот с этим субъективным чувством усилия, да, принятия решения очень связаны. Оно, кстати, более-менее иллюзовно. Все эти аспекты, они иллюзовны. Поэтому, для начала, я хотел бы предложить следующую работу чуть-чуть модели. Я считаю, что такими классическими примерами феноменов сознания являются иллюзии, да, вот. Если, так сказать, сознание идеально, оно идеальное отражение действительности, то всегда велика вероятность того, что кто-нибудь скажет, ну, если это прекрасное отражение, то зачем оно же нужно, да, ведь возьмем просто действительность. Вот так примерно работает материализм или сегодня, так сказать, грубый материализм, или сегодня это направление, так сказать, которое утверждает, лучшая репрезентация реальности – это сама реальность. Или еще одно. Не спрашивай, что внутри твоя голова, а спрашивай, внутри чего голова. Вынеси все. Все это. Просто работай здесь. Понимаете? Образ внести. Вот, так сказать, вот с людьми это не получается. Там нету подведения есть какие-то расхождения. И это не реальность. Я вам покажу для начала некую картину. Это такой симпатичный, я надеюсь, что он сейчас будет. И это все меняет. Вот. Это маленький такой драко, уже симпатичный. И вот он совершенно, на самом деле, регидренный. Он сделан из пластмассы жесткой, там нету промаху. Но если вы начинаете двигаться относительно него, он прекрасно отслеживает любые ваши движения. Если бы я здесь поставил двадцать или двести, ну, уже, вот такими драко, все они вас, в принципе, раз. Без какого-то скрипа, как это в случае, так сказать, системы ракетного наведения, так сказать, происходит. Без латренции типичного великобритания. Все движут. Что? В чем мир? Вот, видите, вот ответ на причину привези. На самом деле, значит, это картинка лица, нарисована на вогнутой поверхности. Естественно, первое, так сказать, большая посылка, что вся ту лицу выручена. А потом начинаются трудности. И, так сказать, необходимость, так сказать, принесения бессознательных заключений, как это называл Великий Геликольц в середине 19-го века. Если вы относительно рикидной, неподвижной структуре двигаетесь такой, спокойно, справа, вы видите больше всего этого страны. Здесь вы ничего не видите. И поэтому, так сказать, мы делаем его заключение, что это, так сказать, фигура, это голова отслеживает наше движение. Это все индуцированные иллюзорные, так сказать, процессы, которые в нашем феноменальном поле, которые, так сказать, связаны с глубинными, невероятно эффективными механизмами бессознательных заключений. Вот эту связку необходимо исследовать. Я сейчас, так сказать, подойду к более таким классическим, так сказать, иллюзиям, оптогеометрическим иллюзиям, их психология восприятия и физиология, зрения, ну вот, там, начиная с окружения генгульца, коллекционировала в течение всего 19-го века элементы любой, так сказать, водной лекции по психологии и там любого популярного учебника. Вот видите, вот эти центральные элементы, вот эти фигуры, они идентичны физически, но нам они, кажется, различны там. Порядка 15-20 процентов, так сказать, мы можем сделать это из металла, измерять этой линейкой, ничего не происходит. Мы видим эти разве чего-то так, и это все считалось, так сказать, так это описывалось, измерялось в психофизике, так называемой. Вот, и только примерно 10 лет назад, ну чуть больше, были выяснены новые подробности. Оказывается, если вы берете, ну, допустим, это может быть нулевая, или вот иллюзия Бенгауза, и просит из Гутумова схватить центральные элементы, то пальцы апертура не демонстрируют иллюзии. То есть это странно, такая вещь. Глаз видит различия, и, например, глаз в голове в руке, да нет там никаких различий, они одинаковые. Ну, тут начинается, вообще говоря, рутинная экспериментальная работа, можно предположить, что система эфферентации, да, вот мануальных движений, она не чувствует так тонкие различия в метрике объекта. Поэтому можно сделать так, можно увеличить вот этот, кажущийся, меньший объект, и так подобрать, они будут не разно физически, что феминина в сознании они не будут одинаковы. И посмотрим, что делает рука. Вы знаете, и рука тогда, так сказать, показывает разную аперитуру. Как именно построен очень тонко на физически, без всяких иллюзий. То же самое можно сказать, что это все экологически недостоверно. Какие-то рисунки, какие-то плоские. Мы живем в трехмерном мире. Есть очень хорошая аналогация этой иллюзии. Есть регуляция, там, где-нибудь, в районе Балдайска, под волшебной игре, в Ярославской области, там холдинская такая иллюзия. Вот есть известная давно тоже иллюзия, что мы всегда менее оцениваем гурдиозму холдинской области. Значит, вот, причем разом два, наверное, 30, там, 15 градусов, 20-8. Значит, ну вот, оказывается, что если мы тоже под зрительным контролем, но сенсомоторно выставляем, допустим, какую-то площадку, так, чтобы наклон площадки был равен наклон команды, то никаких рисунек. Это точная оценка, так сказать, крутизны вот этого поведения. Там есть замечательные усложнения вот этих простых экспериментов без всякой регистрации без электродов, которые мы делаем, так сказать, пушки-животные, так сказать, из наших, так сказать, пациентов. Вы знаете, если человек страшно устал, пробежал марафонскую дистанцию, то тогда он еще в два раза переоценивает крутизну. То есть, когда крутизну включает чувство удовольного утомления, меняет, так сказать, усилие выключение. Ну и совсем замечательный эксперимент. Тут я прямо соскакуюсь с вашим докладом, кстати, Владимир, что если вы просите сделать то же самое у церкви площадки, а там, так сказать, объективно оценивать, не зависит от субъективного состояния утомления, да, и воспринимает крутизны, феноменальные воспринимания, а просто поворачивает, то тогда там точно оценка. Но если вы просите, из-за того, может, повернуться к, как в русских народных сказках, к холму, так сказать, спиной, что называется, то неожиданно все вот эти вот, так сказать, вот оценки с этой площадкой санцематурной, они демонстрируют а, так сказать, переоценку крутизны вообще, и, б, зависимость от функциональных состояния утомлений. Это странные такие. И то же самое, возвращаемся в лабораторию с иллюзией Бюлера-Лаева, да, или Бибергаузера. Оказывается, если вы выключаете свет и по памяти просите сделать, так сказать, схватить, так сказать, вот этот вот элемент, то неожиданно пальцы начинают демонстрируют иллюзию. Видите, оказывается, есть какие-то две системы разные в спилете. Одна работает на феноменальный образ, так сказать, это вот то, что у нас висит в узком смысле слова. Другая, так сказать, санцематурно работает. Но, так сказать, она работает только здесь и теперь, в непосредственном контакте ситуации. У нее нет памяти. Если нужно что-то делать ей по памяти, то она использует ресурсы, первые системы. И, так сказать, и там память окажется уже заражена всему вот этим аспектом искажений, характерным для сознательного образа, да. Значит, мы, оказывается, сейчас появляется мозг, вообще появился он очень давно. Но, каждая мировая война – это период рассвета мировоззрения, поскольку очень много фактических данных – это прислокальное выражение мозга. И уже в восемнадцатом году Холмс в Великобритании и немцы с трудно произносимыми фамилиями Холмс и Пельцикер показали, что есть специализация восприятия двух больших областей мозга. Вот, так сказать, что касается, ну, ясно так, что зрительное восприятие, так сказать, вот, затылочная область – это проекционная. Ну, а потом, значит, вот, что касается зрительной ориентации в пространстве, оценки и регуляции простых движений, да, в случае нарушения тестового возникают, а практики различные обрушения пространства восприятия вплоть до страшно интересного эффекта энергии против полупространства, противоположных сторон. Значит, а вот, так сказать, другой путь, так их сейчас называют, «пасвей» или «стрим», да, поток переработки зрительной информации – это, так сказать, поток в нижнюю сторону, соответственно, дозарный вверх, в сторону спины животного, и нейтральный поток переработки зрительной информации. Значит, это фокальное внимание, или фокальные формы опработки информации направлены на идентификацию, неслучайно вот эти вот загадочные нейроны белопринта, документальные височные лодяки, да, в глубинной отделке. Так, на самом деле, есть такая выраженная модулятор организации, мы знаем, какие области занимаются лицами, какие области занимаются зданиями, объектами, буквами, так сказать, там есть лево-правая, дифференциация, так сказать, очень выраженная. Но это совершенно другой принцип опработки. И другой, если первый поток, вот эти области отвечают на вопрос, где это, и, очевидно, делают это автоматически, без необходимости осознания, то второй поток занимается более сложным вопросом, на него будет несколько больше времени, вопросом, что это такое, окей? Значит, можно развернуть анатомически все эти структуры, посмотреть, что там они, грубо говоря, иерархически организованы, эти области, вот это такая развертка левого полушария, так сказать, полная. И, да, так сказать, я чуть-чуть это еще позднее прокомментирую. Замечательный факт состоит в том, что не только зрение, вот обычно это линия исследования называется уже 30, true visual systems. Одна создательная, другая создательная. Одна для идентификации, другая для локализации, так сказать. и поддержки простых быстрых движений в пространстве. Значит, оказывается, точно такая же организация, но вылетается во всех других, экстраэнцептивных, модерностях. Слов организован точно таким же образом. Я могу привести в остатки этот принцип, просто проэксприровать несколько иллюзий замечательных, слухового восприятия, которые целиком основаны на этом функционально-анатомическом разделении. Вот видите, тоже дозарная структура занимается вопросом, где, а, так сказать, пентральная структура занимается вопросом, что это такое. Я сейчас надеюсь, что это не больше 5 минут, у меня так примерно. Ну, ты мне дадите в случае человеку, 5-7, я пока не начал. Вы знаете, теперь для того, чтобы заняться исследованием этих процессов, оказывается очень полезным учесть характеристики движения класса. Вообще говоря, аэтрекинг – это, так сказать, в современной большой науке и практике, связанной с этими вопросами, это второй по значению метод исследований, да, после нейровизуализации всех вот этих вот группных методов нейровизуализации. Потому что он очень быстрый, он очень экологичный. Вы можете сегодня с частотой 2000 герц, не обременяя свету, он может двигаться в этой ситуации, но, безусловно, сидите в кабинете самолета или автомобиля, так сказать, вот, 2000 раз в секунду, понимаете, определять вот ими взор. И, конечно же, ничто так хорошо не отражает фокус внимания человека, как, так сказать, вот, а мы, как все бывшие приматы, зрительные существа, как направление или невзор. Хотя, конечно, из ста двадцати тысяч фиксаций, которые у нас уходит за зрение и рабочие, лишней значительной частью, действительно, является на полной внимании, так сказать, или покальной фиксацией для вас. В начале этого тысячелетия мы очень много работали вместе с фирмой, которая называется БМВ, и проводили исследования, в которых в виртуальном окружении мы создавляли, быстро создавали различные опасные ситуации, и регистрировали одновременно движение газа. Это мог быть ребенок, и в данном случае, в простейшем случае, зеленый цвет светофора переключается сразу на однократские. Может быть, ребенок, который перебегает перед автомобилем дорогу, это, может быть, другой автомобиль, который неожиданно, так сказать, тормозит перед вами. Вы знаете, вам оказалось очень детальный анализ движения носа, позволил нам установить следующий факт, что длительность фиксации в периодах неподвижного стояния на какой-то точке окружения и обминут высока, которые приводят к этой фиксации и уводят предыдущие и последующие, они связаны таким достаточно жестким соотношением. Вот, так сказать, есть такая область, но, на самом деле, чуть-чуть больше здесь, но, грубо говоря, большая часть фиксации сака может быть расплассифицирована следующим образом. Вот, относительно высокоамплитудные саканические движения больше четырех угловых градусов. Что такое четырех градусов? Это, на самом деле, зона парафарианных, внутри которой мы еще вообще можем сказать, что это такое, так сказать. примерно различает форму и цвет. Вылетая за эту область, мы летим туда, не знаю куда, на какие-то оптические массовые. Что, где мы можем помять? Ну, что это такое, мы помять при таких амплитудах уже не можем. Вот, вот, такие высокамплитудные движения, они вообще были связаны с фиксациями, которые продолжаются в непродолжительное время. Значит, если это динамическая ситуация, там есть движение, то это 180 миллисекунд, а если это статическое изображение, то это ваша константа 160 миллисекунд. Вот, так, примерно, проводятся эти границы. И вот, если мы теперь свяжем эти параметры сакад с успешностью преодоления опасных ситуаций, ребёнок не бежал перед вами, то оказывается, что вероятность наезда на ребёнка, и, слава богу, в этой виртуальной ситуации, вот, остаётся просто как тень на лобовом стекле вашего автомобиля, да, цифрация. Но вероятность в несколько раз выше в этой зоне, чем в этой зоне. И вот, вот этот режим, режим обменного, поверхностного, обширного обследования окружения, а вот этот режим, фокальный режим. И далее мы в ряде работ, так сказать, подтвердили эти проблемы. Потом из исследований мы просто показывали сложные картинки, вот они там выбирали фиксацию, потом прерывали этот показ, и для идентификации показывали вот эти вот элементы из фиксации с центром фиксации. Во всяком случае, эти объекты, там, эти фрагменты, они реально фиксировались, каким-то образом обработались. Но! Узнавались они, как уже присутствуют, как уже видны, в этом случае, если это были так называемыми фокальными фиксациями. Если это были объектные фиксации, независимо от фактов, вот только что посмотрел. Человек не помнит, он просто не видел особенности этого фрагмента изображения. Вот, значит, для того, чтобы... Поэтому у нас возникло такое предположение, оно возникло уже, так сказать, где-то примерно в 2005 году, но пройдет мы его, смогли лишь, пару лет назад, что на самом деле вот эти две большие системы зрения, амниентное зрение, торзальный поток, и фокальное зрение, лентральный поток, находятся в постоянном балансе, борются, так сказать, за некое доминирование над движением глаз. Если это, так сказать, доминирование задач автоматического осмотра окружения, то тогда должны быть характеристики, так сказать, амгентного зрения. И отсутствие сознательного успеха и памяти, кстати. если это, так сказать, идентификация, вот обычно, такого инфициации в случае статичных изображений, или, может быть, изображение может быть статичным, но это туман, и тогда все движения глаз, так сказать, зрительная система напрасно ищет, за что зацепиться, в смысле предметной обработки. Вот, хотя это парадоксально, потому что обычно, если вы едете в тумане, то тогда вообще тяжелая такая задача у вас есть напряжение. И с точки зрения объединенных лицев, если зрение сложное, то фиксации должны быть ничем подобного. Это именно объединенные режимы таких непродолжительных и больших сакантов, так сказать. Идет полный поиск, связанный, как мы предполагали длительное время с теменными отделами мозга. И вот, так сказать, буквально пару месяцев, нам удалось на такой очень серьезный журнал, после двух циклов рецензирования опубликовать статью, где, так сказать, мы действительно посмотрели, что такое, так сказать, какие области. Это идет рассматривание сложного изображения. Мы вырезаем фиксации ангетного и фокального типа с помощью метода, который мы называем новый совершенно метод Fiber 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 означает fixation based event related. мы знаем Fiber Fiber такой анатомический Fiber Fiber улучшается с помощью event related Fiber чтобы усиливать сигнал, просто привязывается начало обработки фиксации, измерений к предъявлению. а у нас и стимул определяется событием у нас является определенная фиксация либо фокальная фиксация либо амбиентная фиксация и вот они очень короткие 200-300 миллисекунд но это как с признанными потенциалами если вы тысячу событий накладываете то возникают вот такие вот ответы и контрастировать вот эти вот два класса фиксации и вы видите при коротких фиксациях активация направлена скорее направление так сказать дарзальное направление если это длинная фиксация то скорее минтральное направление идентификации и вот другое шаре примерно та же самая картинка я теперь хочу показать что можно в плане что на самом деле направлении это группа 12 человек тем не менее вот что можно делать вот сложный изображение мы что-то не видим можно зарегистрировать как сделано еще я с точки фиксации и зная что на самом деле воспринимается в каждом моменте то сознательно фокальная фиксация и получается следующий дан вот например вот так вот обменные фиксации видите это кластер это какие-то оптические массы на самом деле ничего особенного а а вот внимание а вот фокальная фиксация весь смысл социальной ситуации кто флиртует с кем кто заснул на самом деле весь смысл передается вот мы можем не только восстановить распределение внимания мы можем на самом деле показать как увидеть разные структуру возра одно и то же изображение или чуть другим образом это хлопковый хлопковый держится в новом армении вот это изображение это более-менее картина в целом а вот извините вот ясно здесь это фокальная фиксация вот этот господин читает газету да а вот этот человек что-то делает пальцы перебирает волокон хлопка поскольку это очень важно сухой хлопок как качество на самом деле фокальная фиксация показывает внимание другого человека фокальное внимание это внимание внимания другого человека вы знаете можно попытаться понять что происходит в случае эмоциональных изображений бюрклин остров мертвых вот смотрите вот эта фигура это так сказать знаю все по крайней мере в Западной Европе это фигура и ландшафт и внимания и вот смотрите амбинентная реконструкция она очень узкая она фиксирована впервые на этой фигуре почти как фокальная она не отличается то есть если есть какое-то эмоциональное содержание отрицательное то происходит удивительное сужение поле поле внимания там большой разницы но фокальное внимание и известней набора вызывающих эмоции изображений который называется international affective 500 изображений на разных индуцирах разной формы эмоций и используя чуть другой вариант совмещения с мы попытались объединить и посмотреть что в разных по эмоциональной поверхности изображений видят люди какие области возникают в случае амбиентного режима бессознательного бред внимательного фокального режима это мы видим по характеристикам движения глаз вот это амбиентная обработка разное изображение картина совершенно мы не видим грубо говоря если амбиентная обработка то возникают активы поэтальных областей это собственное зрение и значительная часть донзального потока структур донзального потока но если внимательнее приглядеться то на самом деле видно что в случае изображения индуцирующих страх содержащих угрозы единственный в этом случае даже в таком бессознательном режиме ориентировки в картине в оптических массах изображениях в пространстве изображениях следы глубинной обработки тот же самый Джейс кто-то цитировал здесь он описывается принцип психолог 1790 года ситуация когда кто-то гулял по лесу от своего дома и вдруг обнаружил что он сидит на ветке дерева танцует медведь вот это понимаете можно заключить что оказывается в определенных случаях мы способны действовать бессознательно и что здесь происходит именно в этом случае только в этом случае несмотря на предвнимательную бессознательную обработку вот видите страх мы видим что есть активация так сказать глубинных структур связанных с общей активацией мозга и активация приматонных областей мозга есть в эрленте статистических изучений какие-то специализированные каналы очень много данных о фокальной обработке я вот только покажу нейтральные изображения это как раз нейтральный поток особенно на этих орбитальных изображениях мозга я покажу вам как что активируется в случае изображений вызывающих отвращение здесь имеет место определенный конфликт мы должны смотреть на это изображение чтобы отсчитаться но одновременно мы не хотим произвольно изменить стратегии осмотра изображения внимательно и возникает активация огромного количества структур которые как раз характеризуют так называемую рабочую память зону это префронтальные области мозга вот включает период цимулит кортекс вот эта структура она фиксирует и ошибки и конфликты в ситуации и одновременно идет активация задних отделов мозга вот здесь это высшая структура дозерного потока которая осуществляет переоридацию изменения направления зрительного внимания и так сказать линии взора и так я с этими исследованиями показывать что мы можем с помощью нейрофизиологических методов и тонких поведенческих методов вообще более и более специфично подойти именно на форм обработки причем так сказать в этих процессах участвуют две филогенетически очень разные результаты мозга дарзальный и вентральный поток во второй части приближаясь к концу хочу вам привести примеры других структур которые участвуют в таких более продвинутых формах оборуженных информации связанных с личностной оценкой ситуации я сам столкнулся с этим вопросом в 90-е годы когда я работал в университете тарон тарон это такая некая степень памяти и одна из известных сегодня теорий памяти предполагает что нет традиционных блоков памяти а память это прежде всего продукт нет нет речи запоминания материала а инструкция состоит в том чтобы допустим определять особенности жилиста либо инструкция поверхностная более глубокая когда нужно осуществить семантическую категоризацию текстов обычно по систематической категоризации при замкнутом памяти оказывается намного лучше в традициях советской психологии обычно проводилось различение между значением и личностным смыслом значение это словарное определение на личностное то с чем это связано для вас лично и в таком обширном исследовании оно считается самым обширным исследованием последних 25 лет в области психологии памяти я предложил вместе с коллегами Крейгом и Брейлом Чексом вести другие формы работы с категоризацией еще осуществлять смысловую цифру что значит допустим это для меня лично я в этом исследовании таким образом мы меняли так сказать на материале списков слов то должны разные группы испытуем делать с материалом они могли определять шрифт слова они могли фонологически чуть более высокие обработки они могли категоризовать эти слова как они могли осуществлять интенциональную обработку также использовались оптогонально различные виды тестов памяти но главный контраст это имплицитные тесты памяти эксплицитные когда есть сознательная задача а имплицитные это задача направления они далеко не всякая память связана сознания да и ну например если вы знаете есть такие телевизионные векторины тогда нужно вспомнить какое-то слово и если перед этим это слово в каком-то контексте вам встречалось то вероятность того что оно всплывет при соответствующих вопросах значительно это эффект правильный правильный результативность имплицитных и эксплицитных тестов на память не коррелируют друг с другом есть это даже одно и то же слово замечательно разные системы памяти и я просто хочу показать вам это следующее результат вот вот это результативно здесь значит здесь это то что делается инструкция обучение так сказать это различные тесты запоминания вот вот эти тесты имплицитные они не создаются точки зрения задачи это эксплицитные тесты а здесь извините это так называемый лист на самом деле лист это статистический параметры из одномерного дисперсионного анализа показывают насколько здорово и статистически значат насколько они прышков статистически значат это фон уровень в данном случае может быть мог но вот если перед этим это слово показывалось или обработало с точки зрения того оно обработало с точки зрения того насколько значимы эффект максимальный в целом все эксплицитные тесты показывают кумулятивный эффект возрастающего эффекта если эффект не растут они остаются на том же уровне вот это очень важно предположим что есть разные модулярные механизмы метафора швейцарского офицерского то каждый из них работает но каждый из них работает за себя и выдаёт не зависит от услуги только собственную результативность если задача сознательная то происходит формуляция набираются результаты интеграция это модули объединяются с точки зрения конечного результатов это замечательно это безусловно никто не сомневается что есть модулярные формы организации это результат психологических исследований но если сознательная задача то происходит интеграция это больше не швейцарские офицерские множества я не могу подробнее рассказывать о различных контрольных экспериментах этой серии хочу вам только сказать что очень интересно тогда задаться вопросом что это за такая фантастическая форма обработки информации процесс выдает максимальный эффект в различных тестах памяти это сознание self-referential процесс что это такое с точки зрения зрителей и я и и и и и это и и и то же это и то же самое получили с помощью анализа когененции с помощью деперия значит вот что это за интересные такая правой префронтальной зоны коры. Вы знаете, какое-то тоже время, лет назад, в 2009 году была основная комплекция, мы проводили исследование, в чем смысл очевидной значимости контакта глаза в глаза в ситуациях общины. Если, как в современных системах видеоконференций, которые построены, там и не спокойно, мы устраним возможность посмотреть в глаза партнеру, находящемуся на другом континенте, то результат этих усилий в области информационной технологии состоит в том, что вероятность полета друг к другу больше с видеоконференцией, чем без видеоконференций. Никто не понимает, в чем был. Таким решением на самом деле мы пришли в результате. Поэтому мы создали ситуацию, в которой испытуемый встречался с таким виртуальным персонажем, и либо имел место контакт глаза в глаза, либо этот контакт не был. Я вам покажу вам, ну, из ранних таких парадигмах этих экспериментов, что-то, на самом деле это были сотни персонажей, но основной контракт, тогда состав в том, контакт глаза в глаза, как в первом случае, либо кто-то, так сказать, приветствовался, находящийся на расстоянии под углом 30 градусов. Видите? Хотя очень похожая партия стимуляции, по сути дела, что-то антропоглотное, какая-то партия движения, но партия активно взвода совершенно разная. Если нет контакта глаза в глаза, кто-то рядом с вами, да, так сказать, приветствуетесь, то тогда это горсальный поток. Это просто задача локализации пространства. Но если этот контакт глаза в глаза в глаза, то это является префронтальных областей, сдвигу правой, конечно же, правой, префронтальной области мозга. Я уже быстро очень двигаюсь к концу своего выступления. Вы знаете, есть еще одна такая задача, наверное, очень важная ситуация, это ситуация, это вообще проблема когнитивного ресурса. Есть проблема возникновения социального в человеке, да, и там, кстати, очень интересно, согласно исследованиям, последовательно, связанные между собой, проблемы восприятия себя и проблемы восприятия осознания другого. То есть в онтогенезе, так сказать, в районе примерно одного года, да, там плюс-минус, возникает очень точная статистическая корреляция моментов, когда ребенок начинает узнавать себя в зеркало и когда он приобретут сочувствие другому человеку. Формы опознания ориентированы на себя и ориентированы на любого, они похожи, идентичны. Но есть еще проблема. Проблема исчезновения социального человека. Что происходит? Многие, после 80 лет, вероятность, 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 приближается к 50%, значит, что возникает, что влияет на эту границу? То есть, всевозможные приходицы, оказывается, максимально сильно можно отодвинуть эту границу, если вы владеете здоровым языком. Значит, граница отодвигается на 4-5 лет. Каждый образец еще сдвигает на эту границу. Насколько я знаю, нет никаких фарматологических воздействий молекулярных или других, которые столь же эффективны, как непрерывная манипулированная смена задачи, которые обычно имеют место при владении двумя и большим количеством языков. И вот, нейрофизиологические исследования, они привели к такому несколько странному, обескураживающему выводу, что клинические формы проявления меры, меры негативных расслуждаются у девиков уже в ситуации, когда их физиологические субстраты в области височной металлеи, меры негативных компаний, уже в значительной степени разрушены. И получается, как бы, такой странный трейдов, да, с точки зрения естественных наук, так сказать, если лучше налажена координация технических процессов, то разрушение в анатомическом, не только в самое последнее время, был, кажется, найден некий коррелят, вот, так сказать, вот этой большей эффективности и большего комплективного ресурса у беликов. Вот смотрите, эта картинка получена с помощью, как вы говорите, про экстологии, диффузен тензел, тензел имиджинг на самом деле, вот, и метод, который позволяет определить вот прохождение таких связей, больших связей, так сказать, развитых участков мозга. Вот эта вот картинка, так сказать, то, что, так сказать, сильнее развитых, в смысле коммутация, что ли, различных областей, он уберегал по сравнению с мобильниками. Ну, ясно, что, так сказать, связи корпус колодок, да, левые правые мышцы, вот, в общем-то, а вот эта вот цитата, правые префронтальные области, о которых я все время сейчас говорю, можно это показать, что вы видите, трехмерный тормоза, значит, действительно, области, которые связаны с самым, с рефлексивным, самым поздравимым, с теорией психики, то есть, подольше угадать, что чувствуют, что думают другие люди, и с когнитивным ресурсом, это данная структура мозга. Я должен вам сказать, что вот эта структура, вообще, лоу-методия, бурно развивается в атропогенезе, есть такая форма классическая, атропогенез, the H-O-F-O-L-O, но, особенно быстро, развивается именно в правой префронтальной области, был такой замечательный американский анатом, Яковлев, да, и в истории, так сказать, палеоадропологии, известный интернет Яковлев в том, как раз превышение у нас, по сравнению, так сказать, с нечеловеческими приматами, доля серого вещества в правых на протальных областях больше, как сейчас. С левой стороны, хотя, ну, порно навекли без сферы больше, это известный парадокс, но, на самом деле, это отражение очень сложной, слоистой структуры нашего и мозга, и процессов познания. И у меня, насколько я понимаю, уже нет больше времени на продолжение. Я должен сказать, что в 2006 году я попытался такую модель слоистую создать, вот, и вы можете это прочитать. В книге «Когнитивная наука. Основная психология и познания» в ухтовник 2006 года, есть продолжение этой работы, мы привели с нейропсихологом Кроковой, Кроковой и Ольгой Андреевной. Нет, а у нас более 400 случаев локальных поражений мозга, мы посмотрели, как это, оказывается, очень интересно, он ложится на данную теоретическую модель. И, так сказать, фанцит в его выступлении, сознание наиболее вероятно универсальное, именно не специализированное, не швейцарское и мицарское модель. Репрезентация ситуации, включающая вклады в множество уровней эволюции мозга и поведения, а три уровня кратко сегодня рассмотрел. Ради общей конкретности картинки в него свободно вносятся разнообразные пространственно-временные и семантические искажения. В этом многомерном коллаже мы не замечаем ни искажений, ни швов, ни слепых катер. Значение сознания состоит в том, что оно создаёт впечатление свободы выбора, как много целевой репрезентации, не специализированной. Поддерживая таким образом нашу готовность действовать в передвижном положении. Это не зеркало, а лампа, освещающая путь. Короче говоря, сознание – это чрезвычайно полезная иллюзия. Спасибо за ваше внимание. Спасибо. Пожалуйста, Матюр. Пожалуйста. Вы понимали, что при некоторых видах восприятия, они были достаточно неприятны в картинках, да? Я так понял, что происходит активация ствола, при фронтальной карте. В то же время это не осознаётся. Вот мне показалось это очень интересно, потому что… Но вы знаете, у нас есть эмпирическая идея. Это происходит фаза бессознательного осмотра, быстрого, невнимательного, преданного осмотра изображения. Вот. Фронтальная кара – префронтальная кара включена, а осознательный. Ну, вы знаете… Я считаю, что это очень интересно, потому что… Но вопрос о тех, да. О которых вы говорите. Я считаю, что это страшно интересное. С точки зрения анализа механизмов восприятия эмоционального здоровья. Это резать-то, значит, фронтальная кара, как я это считаю? Ни в коем случае. Хорошо. Ещё вопросы есть? То есть, когда вы говорите о покаянном зрении и ответном зрении, и вот об этом разрешении, когда двухрадостные карточки мы видим чёткую интеграцию, вы имеете в виду это разрешение для осознания, наступительное сознание, или вообще констатируете, что на периодических зонах ведло объединение к полу клеток, там совершенно другое, а в оптической массе вообще не разрешение? Мы будем исправить просто с точки зрения объективного анализа форма поведения. То есть, никакой метафизики нет. Нет, это просто, да, по всему консистентивисту, по всему консистенту расследовать. А потом и с тем, что, оказывается, за этим стоят различия в успешности решения задачи. Допустим, если какое-то фрагмент изображения при осмотре движения объективного расследования, фиксироваться, мы не можем его с этого заносить, либо меня ни зафиксировать, ни возкинуть. И так далее. А если знаете, вы не можете считать, почему информация подчищена или нет? Ну, вы знаете, огромное количество информации, вообще, имейная доля процесса, потому что информация расшивается в город без создания положения, в том числе. И поэтому, запрещено, как раз, я стала попытаться представить, понятно, за эмпирическими данными, в чем же смысл вот этого феноменального смешания.